Девушки отдыхают В апреле 1990 года на орбиту был выведен космический телескоп «Хаббл» за пределы атмосферы Земли, поглощающей излучение. Нам открылись виды бесподобной красоты, чистые и чёткие картины меняющейся Вселенной. Звёзды. Планеты. Галактики. Их изменения во времени от рождения до распада и смерти. Портрет Вселенной в движении и есть наследие «Хаббла». Наследие «Хаббла». Наследие «Хаббла». Космический телескоп «Хаббл» считается самым революционным из когда-либо созданных научных приборов. Астронавты четыре раза обслуживали его в открытом космосе, меняя приборы на новые и более совершенные. В результате «Хаббл» смог исследовать жизненный цикл звёзд от их зарождения в полевых облаках до их смерти перехода в туманности, испечряющиеся в пространстве. Или взрывы в гигантских сверхновых звёзд, ярче их родительской галактики. «Хаббл» проник в места зарождения новых солнечных систем. Диски пыли вокруг новых звёзд, которые могут уплотниться в планеты. Он перенёс нас в биллионы галактик, рассыпанных в глубине пространства и времени. Одна из наиболее фотогеничных галактик — большая спиральная М-74, расположенная на расстоянии около 32 миллионов световых лет от Земли. Астрономы-любители издавна знают её как призрачную галактику из-за её слабой яркости. Однако астрономы «Хаббла» увидели спиральные рукава с тонкими струйками пыли, заметными на фоне ярких пятен звёзд. Эти рукава — не жёсткие структуры. Это волны плотности, которые движутся вокруг галактики, сжимая газ и стимулируя рождение множества новых звёзд. С помощью «Хаббла» астрономы видят удивительные вещи внутри галактик, считающихся блёклыми и неинтересными. НГС-1132 — это огромный шар из звёзд на расстоянии около 320 миллионов световых лет. Астрономы заключили, что этот гигант — продукт буйства гравитации. «Хаббл» показал, что он окружён плотными кластерами звёзд. Это то, что осталось от галактик, поглощённых галактикой 1132. Астрономы «Хаббла» решили разгадать извечную тайну роста и эволюции галактик. Считалось, что первые галактики формировались из сгустков газа, появившихся в ранней Вселенной. Эти протогалактики собирались во всё более обширные галактики. Такие слияния галактик могут продолжаться сотни миллионов лет. «Хаббл» показал этот элегантный вальс газа и звёзд, поставленный гравитацией на огромной сцене космоса. При пролёте галактик друг мимо друга гравитация затягивает звёзды и газ в пространство между ними, создавая огромные светящиеся мосты длиной в десятки тысяч световых лет. Когда галактики сливаются, потоки газа и пыли, известные как «приливные хвосты» закручиваются вокруг них. Когда центры галактик сближаются, движение облака пыли и газа вокруг них может резко ускориться. Ударная волна вызывает рябь в межзвёздных облаках, провоцируя всплёски образования звёзд, видимые как блестящие голубые узелки. Не только гравитация способна развести галактики. Хаббл обнаружил спиральную галактику, рассекающую кластер галактик. Он наткнулся там на обширное облако сверх раскалённого газа. Пролёт через это облако вытягивает полосы газа из галактики, образуя рваные нити и голубые струйки, а также потоки тёмной пыли. Они видны в виде коричневого пятна с сложной формы около центра галактики. При совмещении данных наблюдений Хаббла с рентгеновскими снимками видны яркие следы тумана, струящегося в космос из окружения галактики. В результате это столкновение оставляет галактику почти без газа, лишая шансов образования новых звёзд. Столкновения галактик не всегда разрушительны. Посмотрим на Центавр А на расстоянии 32 миллионов световых лет от Земли. Ударная волна от столкновения вызвала активный цикл формирования звёзд. Они видны в виде красных пятен. Хаос от столкновения объясняет искажение формы диска галактики, что видно на снимке с наземного телескопа. Ещё кое-что интересное про Центавр А. С помощью радио и рентгеновского телескопов обнаружены мощные реактивные потоки, вырывающиеся из его центра, и пышные перья материи, выступающие далеко за её пределы. Откуда берётся эта энергия? С момента запуска Хаббла этот вопрос был фокусирующим во всех наблюдениях. Астрономы издавна заметили, что центры больших галактик необычайно ярки. Они предполагали, что там скрывается какой-то массивный объект. Может ли это быть плотным скоплением звёзд? Или это вид сверхмассивных чёрных дыр, имеющих массу в миллиарды раз большую, чем у Солнца? Поиски ответа Хаббл начал в центре гигантской ближней галактики М-87. Астрономы увидели, что её цвет с двух сторон не совсем одинаков. Один край диска был ближе к синему, другой — к красному. Это указывало на огромную скорость вращения. При движении длина световой волны меняется независимо от вида источника света. Это явление известно как эффект Доплера. Представьте, как меняется тон Гудка-паровоза, когда он проносит мимо. Точно так же, когда космический объект приближается к вам, длина волны его свет уменьшается, он синеет. Если объект удаляется, длина волны растёт, он краснеет. измеряя изменения длины световой волны на разных краях диска, астрономы смогли вычислить скорость его вращения. Оказалось, он вращается со скоростью в несколько сотен километров в секунду. Астрономы заключили, что объект в середине диска должен иметь массу не менее 4-х биллионов масс нашего Солнца. Это супермассивная чёрная дыра. Это был ключ к открытию того, что супермассивные чёрные дыры находятся в центре почти всех больших галактик, включая наш Млечный Путь. В начале 20 века молодой астроном Эдвин Хаббл занялся проблемой соотношения времени и пространства во Вселенной. Для измерений он выбрал звёзды вблизи галактики Андромеда в двух с половиной миллионах световых лет от нас. Его тёзка, космический телескоп Хаббл, расширил пределы его измерений во времени и пространстве. На легендарных снимках Хаббла видны казавшиеся пустыми области неба. Он обнаружил тысячи слабых галактик, существовавших с начала Вселенной. Эти пятнистые скопления звёзд — молодые галактики. Их свет шёл до нас более 10 миллиардов лет. Некоторые из них могли развиться в галактику, похожую на нашу, с супермассивными чёрными дырами в центре, спиральными рукавами, взрывающимися звёздами, солнечными системами, планетами и, возможно, даже жизнью. Хаббл показал, что наш Млечный Путь — это активная космическая лаборатория. Наиболее впечатляющие и живописные гигантские структуры известны как туманности. Это имеет прозвище «Конская голова» из-за своей формы. Поднимаясь из моря газа и пыли, эта тёмная туманность представляет собой холодное, тёмное, пыльное облако на фоне светящегося газа. Известная туманность Орла получила прозвище «Столпы творения». Группа раскалённых молодых звёзд бомбит эти светящиеся колонны мощными потоками энергичных частиц. Плотные сгустки газа препятствуют этим ветрам. Внутри них находятся коконы из газа и пыли, места рождения новых звёзд. Этот же процесс виден в туманности обезьяня-голова, находящейся на расстоянии около 6400 световых лет в созвездии Орион. Обезьяня-голова — это звёздный питомник, содержащий все необходимые ингредиенты. Мирная красота скрывает бурные процессы внутри неё. В местах быстрого формирования звёзд астрономы Хаббла зафиксировали момент рождения. Учёные собирают снимки, сделанные Хабблом с высоким разрешением, на которых струйки материи обстреливаются новорождёнными звёздами. Не в пример большинству астрономических феноменов, сотни раз наблюдаемых неподвижными, эти струйки визуально меняются в реальном времени. С помощью Хаббла можно видеть вспыхивающие и тускнеющие узелки газа. Это говорит о том, что эти потоки непостоянны. Они спорадически вырываются пучками. Ириду. Здесь видно, какой бурной может быть последняя стадия образования звезды. В созвездии Лебедь, отстоящем на несколько тысяч световых лет, находится компактная область звёздообразования — С106. Молодая звезда под именем С106 ИР рождается в сердце туманности. В финальной стадии образования звезда испускает с высокой скоростью материал, разрушающий окружающие облака газа и пыли. Визуализация показывает, как звезда разрезала окружающую её среду, придав ей сложную форму с полыми выемками. по краям этих полостей сжатый газ образовал ударные фронты. Материал изверженной звезды придаёт облаку форму песочных часов и раскаляет его до температуры в 10 тысяч градусов по Цельсию. Излучение звезды возбуждает газ, заставляя его светиться как люминесцентная лампа. При рождении звезды из-за высокого давления и температуры в её ядре возникает термоядерная реакция. Центробежные силы в результате разогрева противодействуют гравитации. После бурного процесса рождения большинство звёзд живут, мирно излучая свет, постепенно расходуя водородное топливо из своего ядра. Более мелкие холодные звёзды необычайно эффективны. Красный карлик с массой в одну десятую массы Солнца может гореть 10 триллионов лет, почти тысячу жизней Вселенной. Для сравнения, звёзды, которые больше и горячее, как Солнце, сгорают быстрее. В возрасте около пяти биллионов лет Солнце прошло через середину жизненного пути. Наблюдая звёзды, похожие на Солнце, учёные получили представление о том, что ждёт нашу Солнечную систему в далёком будущем. Солнце будет разогреваться, превращаясь в красного гиганта. когда это случится, планеты Солнечной системы разрушатся. Далее его внешние оболочки раздуются, образуя плотное облако газа и пыли, которое поглотит видимый свет от звёзд. Затем образуется протопланетарная туманность. Только тусклое инфракрасное излучение от пылевого облака и отражённый свет звёзд будет виден астрономам. На снимках с Хаббла видно разнообразие очертаний, говорящих о сложных процессах, происходящих внутри. Спиральная структура этой туманности особенно необычна. Скорее всего, из-за вращающейся вокруг звезды, заставляющей газ и пыль закручиваться в спираль. В течение нескольких тысяч лет излучение от раскалённых остатков звезды возбуждает газ в туманности, заставляя его светиться. Тусклая туманность становится ярким волшебным облаком. Это планетарная туманность. Этот тип туманностей есть в нашей галактике, её светящиеся границы привлекают взор. Планетарная туманность исчезает по мере того, как газ и пыль растворяются в пространстве. Всё, что от неё остаётся крошечный белый карлик. Эту форму примет Солнце через биллионы лет. Планетарные туманности — это не только украшения небесного свода. По ним можно судить о важных стадиях в жизненном цикле звёзд и их взаимоотношении с окружающей средой. Хаббл дал астрономам чёткие снимки этих призрачных подвижных структур. Вот туманность кольцо на расстоянии 2000 световых лет от Земли. При взгляде на неё с Земли она кажется простым эллиптическим телом с размытой границей. Но на снимках Хаббла видно, что туманность имеет вид помятого пончика. Дыра пончика может казаться пустой, но эта область заполнена разряженным газом. Она вытянута по оси нашего взгляда и похожа на мяч для регби, вставленный в дырку пончика. Область вокруг туманности неспокойна. Она полна давно образовавшихся узелковых структур. Если повернуть туманность кольцо на 90 градусов и посмотреть на неё с другой стороны, она будет выглядеть как туманность М76, известная как маленькая гантель. Умирая, звёзды, подобные Солнцу, теряют большую часть массы в виде галактического ветра. Со временем атомы нашего Солнца могут быть сметены в новые солнечные системы. В цикле рождения и смерти звёзд в галактике доминирует редкий неистовый тип звёзд. звёзды массой в 10 Солнц и больше сгорают яростно и быстро. Огромная температура и давление провоцируют термоядерную реакцию в их ядре. Из 200 миллионов звёзд галактики одна превращается в сверхновую примерно раз в 100 лет. Последний раз такую звезду Млечного Пути видел астроном Иоганн Кеплер в 1604 году, буквально за 5 лет до изобретения телескопа. Наиболее известная сверхновая звезда появилась в 1987 году в Большом Магеллановом облаке Карликовой галактики прямо над плоскостью Млечного Пути. Столь яркая звезда была видна невооружённым глазом. Запущенный через 3 года телескоп Хаббл наблюдает её развитие уже больше четверти века. Астрономы восхищались сложностью взрыва, особенно фигурами, созданными распространяющейся взрывной волной. Хотя суперновая звезда светит ярко, недолго, оставленные ею пылевые облака могут существовать тысячелетиями. Их влияние на окружающий межзвёздный газ длится ещё дольше. Ни одну суперновую звезду в нашей галактике не удалось увидеть в телескоп, хотя много раз находились их остатки. Чёткие изображения, полученные Хабблом, помогают понять последовательность событий и глубокое влияние этих взрывов на галактику. Посмотрим на сверхновую звезду Краб, наиболее интересный изучаемый объект астрономии. Японские и китайские астрономы наблюдали её взрыв в 1054 году. Видные здесь нити — это остатки звезды, разорванной в клочья, состоявшей в основном из водорода. На этом снимке Хаббла разрушено ядро звезды в центре едва заметно. Виден ещё такой эффект. Голубоватый свет от электронов, летящих почти со скоростью света вдоль линий магнитного поля разрушенного ядра звезды. Астрономы сосредоточились над самой туманностью, растущей со скоростью тысячи километров в секунду. Они обнаружили нити материи, выходящие из сгустка, содержащего большое количество пыли, в основном состоящей из углеродных и кремниевых соединений, поглощающих видимый свет. Эти твёрдые частицы важны для формирования солнечных систем. В крабовидной туманности хватит пыли для образования 30-40 тысяч планет, как Земля. Галактики по всей Вселенной получили в наследство пыль от бесчисленных сверхновых звёзд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ярко светит благодаря газообразному водороду, возбуждённому ультрафиолетовым излучением от новорождённой звезды. на этом снимке светящийся тарантул виден в стороне от родительской галактики. Это самая яркая область образования звёзд во Вселенной и одно из самых интересных мест ночного неба. Благодаря Хабблу можно видеть не только звёзды, но и места зарождения солнечных систем в нашей галактике. В созвездии Орион прямо под тремя звёздами, образующими его пояс, волшебная туманность Ориона. Она привлекает своей красотой и тайной. Для древних цивилизаций, например, Майя, живших на территории Южной Мексики, она имела значение. В их истории мироздания три ярчайших звезды в созвездии Ориона представляли очаг, а туманность огонь, горевший в нём. Это одна из наиболее известных звездообразующих туманностей на расстоянии в полторы тысячи световых лет. Бурлящее облако газа и пыли — место начала жизненного пути звёзд. Внутри него астрономы Хаббла открыли сгустки газа, называемые проплидами. Это протопланетарные диски из крутящейся смеси пыли и газа вокруг новорождённых звёзд. Считается, что эти диски — планетарные системы в процессе образования. Ярчайшая звезда в звёздном кластере трапеция разогревает газ в ближайших дисках, заставляя их ярко светиться. На поверхности яркой звезды видны светящиеся бугорки возбуждённого вещества. Реактивные потоки, мощные ударные волны и другие явления делают зрелище ещё более впечатляющим. Они образуются при встрече звёздного ветра от массивной ближней звезды с газом туманности. При их взаимодействии появляются фигуры в виде стрел и бумерангов. Был случай, когда ударная волна создала проплоид в виде медузы. Мощная радиация, создающая эти фигуры, угрожает их существованию. Сильно разогретые диски с большей вероятностью рассеиваются, теряя способность к образованию планет. Некоторые из ярких проплоидов обречены распасться. Чем бледнее, тем больше шансов выжить. В случаях, когда Солнечные системы родились, Хаббл зафиксировал большое разнообразие планет. Одна из них под номером HD 189733B, газовый гигант, похожий на Юпитер. гигант. Как видно, она расположена крайне близко к своей звезде. Это вероятность того, что звезда обеспечит ей жаркий климат с температурой выше тысячи градусов по Цельсию. Ученые с помощью Хаббла наблюдали ее проходящей перед родительской звездой. Подсвеченная сзади атмосфера планеты отпечаталась на фоне звезды, позволив расшифровать то, что было не видно непосредственно из-за мелкого масштаба. Ожидалось подтверждение того, что верхние слои атмосферы планеты испаряются под действием света звезды. Первые снимки Хаббла не показали даже следов этого. Перед второй попыткой спутник Свифт уловил мощную вспышку рентгеновского излучения, сжигающего атмосферу, идущего с поверхности звезды. Когда через несколько часов в кадр вошла планета, изменения были разительны. Вместо тихой спящей планеты астрономы увидели бешено испаряющуюся атмосферу. Не менее тысячи тонн газа, уходящего из атмосферы планеты каждую секунду, образовывали вокруг нее эффектный шлейф. Такие планеты позволяют астрономам Хаббла отрабатывать методы поиска планет, подобных Земле. Когда планета оказывается между звездой и Землей, Хаббл может уловить небольшую часть света звезды, проходящего через атмосферу планеты. Астрономы ищут водородно-углеродное соединение, называемое метаном. На Земле его получают из полезных ископаемых или продуктов жизнедеятельности домашнего скота. на этом горячем Юпитере метан получается вероятно в результате сложного химического процесса в атмосфере. Ученые заняты поиском пребиотических молекул в атмосфере планет, зоны возможного обитания вокруг других звезд, там, где более умеренные температуры позволяют течь жидкой воде. Важным шагом к конечной цели идентификации условий для жизни таких, как температура, давление, ветер, облака и химическое состояние стали новейшие измерения. Наричие таких данных, как колебание звезды вокруг которой вращается планета, потускнение звезды во время прохождения перед ней планеты позволило открыть целый ряд планет. Впервые Хаббл смог захватить прямое изображение планеты. Видимо, из южного полушария Фомальгаут относительно близок, примерно 25 световых лет. Он в 15 раз ярче Солнца и гораздо горячее. Солнце Эта звезда так неистово светит благодаря запасу водорода, что выгорит всего за биллион лет, всего 10% от длины жизни Солнца. Самое интересное звезды огромное окружающее диск из пыли и газа. Это странное кольцо не имеет с ней общего центра. Астрономы подозревают, что причина этому гравитация другого тела, возможно, планеты. предполагаемая планета тусклое пятнышко. Чтобы ее увидеть, применяли прибор, блокирующий свет звезды, коронограф. Обобщали массу данных, чтобы понять, как она выглядит. Форма диска показывает, что планета более чем втрое крупнее Епитера. С другой стороны, она гораздо ярче, чем ожидалось для объекта такого размера. Значит, у нее может быть огромная система колец, отражающих свет звезды во всех направлениях. Однажды из материала этих колец может образоваться спутник. Хаббл — часть большой программы по изучению солнечных систем. Стоит отметить использование Хаббла для слежения за изменением климата Облачной Венеры, полевых бурь, бушующих на Марсе, последствия столкновения комета Шумейкеров Леви с Юпитером. Удивительных колец Сатурна и его спутников активной турбулентной атмосферы Нептуна. Немногие снимки Хаббла в Солнечной системе могут сравниться с видами Сатурна трепещущими аврорами у его полюсов. Ученые сделали анимацию данных, собранных за несколько дней в январе и марте 2009 года, когда были видны оба полюса и кольца. Солнце излучает поток частиц, долетающих до всех точек Солнечной системы. Когда электрически заряженный поток приближается к планетам с магнитным полем, как Сатурн и Земля, он улавливается этим полем. Магнитное поле сильнее на полюсах. Здесь и концентрируются частицы взаимодействия с атомами в верхних слоях атмосферы. Это и вызывает свечение ночного неба, известное как полярное сияние. Сияние на Сатурне не только чарующее зрелище, они многое могут рассказать нам о нашей планете и ее магнитном поле. Танцующий свет Сатурна — внезапный взрыв звезды. В остальном Вселенная кажется неподвижной в масштабе космического времени. Одно из величайших достижений Хаббла — то, что он смог проследить за крупномасштабным движением Вселенной. приблизить события. Долгое время было известно, что галактика Андромеды, находящаяся на расстоянии двух с половиной миллионов световых лет, движется в сторону Млечного Пути. Группа астрономов использовала телескоп Хаббл для определения скорости сближения двух галактик и возможности их столкновения. Они проследили за движением звезд в Андромеде, сделали прогноз на будущее. По этим данным, они определили ход событий на следующие 8 миллионов лет до сближения галактик, их столкновения и слияние в новую большую галактику. подождав несколько биллионов лет, можно увидеть резкое изменение ночного неба. Приблизившись, Андромеда увеличится на небе. Сливаясь, галактики закрутятся и исказятся под действием взаимной гравитации. Со временем новая галактика превратится в огромный шар из звезд, известный как Эллиптическая галактика. Хотя в каждой галактике сотни биллионов звезд, расстояние между ними огромное. Шанс столкновения пары звезд крайне мал. Солнце, рожденное во Млечном Пути почти 5 биллионов лет назад, изменит траекторию, став частью новой галактики. По данным Хаббла, галактики во Вселенной вращаются друг вокруг друга, сливаются и образуют большие и более плотные группировки. Используя Хаббл для изучения форм галактик, ученые смогли внести на карты таинственные субстанции, окружающие галактики и кластеры галактик. Так называемая темная материя влияет на гравитацию этих структур и вызывает их разрушение. Астрономы издавна знали, что темная материя простирается по всему космосу, образуя паутинообразную структуру. Но наблюдать за этой паутиной было сложно. Группа ученых использовала Хаббл для детального изучения нитей темной материи, измерения их длины, формы и плотности. Теории говорят, что галактические кластеры образуются в узлах космической паутины. Хаббл направили на кластер, в который по нескольким нитям движутся потоки галактик. Для измерения расстояний до галактик и слежения за их движением по нитям, определенным Хабблом, использовались наземные телескопы. В результате впервые была произведена объемная реконструкция нити. Она простирается в космосе по крайней мере на 60 миллионов световых лет. Мы видим, как сначала волнистая, потом прямая нить входит сзади в галактический кластер. Наблюдение и реконструкция космической паутины может рассказать об эволюции Вселенной до наших дней. Ученые хотели знать о ее развитии в большем масштабе. Если темная материя преобладает в космосе, достаточно ли ее гравитации для того, чтобы вся Вселенная сбилась в кучу в далеком будущем. Для выяснения они занялись поиском видимых взрывающихся звезд. Вокруг больших звезд вращаются сгоревшие звезды, белые карлики. Меньшая звезда вытягивает материю из соседней звезды, постепенно увеличивая свою массу. Когда она достигает критической массы, происходит термоядерный взрыв. Считается, что все эти взрывы типа 1А имеют отдельное расстояние. Ученые обнаружили, что самые дальние взрывы были гораздо бледнее, чем ожидалось. неизвестные Они учли, что расстояние между Землей и дальним взрывом все время увеличивается с растущей скоростью. Ученые заключили, что эта неизвестная сила, темная энергия, раздвигает Вселенную с растущей скоростью. Это значит, Вселенная не собьется в кучу. Скорее, она так и будет вечно расширяться, пока вся материя и энергия не распылится в ничто. Потоки света Вселенной продолжают падать на Землю, являясь мерой энергии невыделяемой при непрерывном процессе создания и разрушения. Чтобы уловить этот свет, потребовались телескопы на вершинах гор и в космосе. Хаббл был ведущим в этом процессе. Через линзы телескопов мы увидели эволюцию Вселенной на разных участках шкалы времени, от кратчайших до самых длинных. За короткое время на орбите Хаббл произвел революцию в астрономии, вдохновляя всех звездочетов мира. Хаббл Редактор 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 Субтитры создавал DimaTorzok